Какой бы была судьба героя фильма «Любовь и голуби» спустя 30 лет от событий, рассказанных на экране? На этот вопрос попробовал ответить драматург Дмитрий Менчонок, по чьей пьесе поставлен моноспектакль «Баба голубиная». Единственную роль в постановке играет народная артистка РСФСР Алина Покровская. Для нее особенно приятно вновь с гастролями вернуться в Самару. С Самарой у меня связано очень много. Мой муж покойный, к сожалению, Герман Иванович Юшко, он из Самары, и мама, это моя свекровь, была здесь, она художник, член Союза художников. Поэтому Самара для меня, ну, немножко, я, конечно, не берусь, немножко, но, тем не менее, родной, родной город. «Баба голубина» – один из двух спектаклей, которые самарскому зрителю покажут артисты Театра Российской Армии. Они приехали в город на Волге в рамках федерального проекта «Большие гастроли». Для театра, который чаще выступает для военнослужащих, такие выезды редкость, потому актерам очень интересно выступать на новых площадках. Также на сцене Самарской площади артисты два раза покажут метод Гронхальма. Для нас театральные гастроли, в общем, чуть более редкое событие. И мы очень рады, что сейчас мы как будто бы открываем этот большой путь себе, хотя уже три года федеральная государственная программа существует. Очень радушный город и красивый, и для артистов это огромное впечатление. Поэтому мы, конечно, с удовольствием будем приезжать. Гостей города поприветствовала глава Самары Елена Лапушкина. Она пообщалась с артистами и пожелала удачных выступлений. Очень хочу, чтобы самарская публика была благодарна, награждала вас аплодисментами. Очень хочется верить, что и наш театр тоже будет с успехом выступать у вас. Удачи вам! Проект «Большие гастроли», который реализуется с 2018 года, подразумевает творческий обмен. Коллективы выступают на площадках друг друга. Поэтому в рамках проекта «Труппа» театра «Самарская площадь» уехала в Москву. Там на сцене театра российской армии актеры покажут Кавказский меловой круг, русский и литература, а также ревизор. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Субтитры создавал DimaTorzok